Дорогие друзья, сегодня у нас получилась такая камерная открытие. У всех наших, как говорится, начальников объективно сложились действительно неотложные дела. У кого-то было там запланировано или не запланировано совещание, от которого нельзя было отказаться. Кто-то из приглашенных оказался до сегодня, кто в санатории, кто в больнице, потому что понятно, что современники Льва Андреевича уже, в общем, как говорит, здоровье у всех, и не только у них, оставляет желать лучшего. Но тем не менее, пришли те, кто пришли, значит, это тоже хорошо по-своему. А главное, что выставка сделана. Если честно, я, к сожалению, не смог принимать активного участия в самом ее процессе, который свалился у нас на Ирину Львовну. Но вот еще вчера, видя здесь, практически все уже, видя готовое, я не мог представить того, что в итоге получится такая очень гармоничная картина, за которую нужно, конечно, быть очень благодарным, разумеется, и куратору выставки, Ирине Львовне Хохловой, и Евгении Павловне Сафроновой, из которой они, да, вот нашему художнику-дизайнеру, которым они вдвоем, в общем-то, подняли большущую работу, сделанную здесь. Потому что, несмотря на то, что маленькое помещение, и вот, ну, честно говоря, когда говоришь, ну, думаешь, да, ну, будет висеть два десятка работ. Вот. Вот. Оно оказалось, она оказалась очень насыщенной, и, главное, очень эмоциональной. Вот мне очень кажется, что, ну, мне бы очень хотелось, чтобы многие выставки, посвященные людям, они бы были похожи на эту выставку, именно своим вот эмоциональным зарядом, чтобы они трогали, чтобы они не просто перечисляли даты свершения того или иного человека, чтобы они заставили понимать ценность этого человека. Я лично Льва Андреевича, ну, как говорится, шапочно был знаком, как говорится, благодаря Львовне, естественно, которая, как вы уже догадываетесь, является его дочерью, а не только куратором выставки. Вот. И даже что-то видел, там, изредка тоже, бывая дома, там, когда ребенок родился, внук и так далее, это подобное извещается, ну, представить, потому что он не выставлялся, насколько я знаю, по крайней мере, в последние, там, 30 лет, которые я работаю в музее, я не видел его работ на выставках, вот. И я думаю, что в нашем городе еще немало, вот, мне все время кажется, что у нас немало таких скромных людей, которые просто творят, которые не думают о там между, о признании, о заслугах, о том, что, ну, я не знаю, получении званий, которые просто живут этим, вот, которые очень талантливые. Ну, и, в общем, собственно говоря, я, наверное, уже и так очень много сказал, надо, и, в общем, я очень рад тому, что это у нас сегодня свершилось, это разностороннее такое событие. И я, в общем-то, рад предоставить слово Ирине Львовне, Хохловой. Как вы поняли, выставка посвящена моему отцу, Льву Андреевичу Зайцеву. Ну, все собравшиеся его хорошо знают, это наш рыбинский художник, конструктор, искусствовед. Ну, вот вы слышали к контакту Евгения Птичкина, кинофильм «Два капитана». Это было любимое произведение отца «Два капитана» Венианина Хаверина. И вот девиз «Бороться, искать, найти и не сдаваться» — это был девиз всей его жизни. Еще вспоминается, что в детстве, по детской своей наивности, я спросила у его отца, «Папа, а сколько лет можно учиться на художника?» И он ответил, «Всю жизнь». И вот он действительно, он и учился всю жизнь, совершенствовался как художник. И он всю жизнь жил как художник до последних дней, он видел мир как художник. Ну, хочется еще сказать, что он был человеком очень, как художник, и как человек, наверное, тоже многогранным. И для меня для самой, наверное, это открытие его как художника на этой выставке произошло, потому что когда это все лежит дома в папках, или когда это висит просто в камерной комнатке, обыкновенной нашей хрущевке, это совсем другое впечатление. То есть у меня у самого не было даже какого-то полного цельного впечатления о его творчестве, особенно это все-таки, наверное, касается его производственных тем дизайнов, оформления музеев заводских, проектов для нашего города, родного Рыбинска. И поэтому я надеюсь, что и для вас, для всех это будет своего рода открытие его как художника. Ну, о его работах вы узнаете из выставки. Просто хочу напомнить очень, как мне кажется, важную, тоже вот пролежавшую в папках такую страницу его творческой географии. Это его работу для Рыбинской правды. Это 16 лет жизни он отдал этой работе с 1969 по 1985 год. Ну, в общем-то, вот стенд здесь оформлен, но это совсем далеко, конечно, не все. То есть практически каждый праздничный номер, а праздники были в советские времена, не только Новый год, но и все октября, 7 ноября и так далее, 1 мая. И вот они все были цветные, они все были с рисунками, с составками, с красиво правильно подобранными шрифтами, то есть масштабные все. То есть это, в общем-то, вот такой газетный дизайн, тоже очень такой вот, на мой взгляд, с душой сделанный. Ну, а домашние работы — это вот такой вот мир простых вещей, очень теплых, с большой теплотой, проникновенностью, любовью переданных. И второй девиз у него был, важно в искусстве не что, а как. И вот это вот как, оно было именно вот с таким вот, такой волной любви, которая действительно вот, на мой взгляд, ощущается в его работах и живописных, и графических, и в декоративно-прикладных. Любовь к миру, любовь к семье, любовь к жизни, к природе, все это и есть. То есть очень необычный проект, он никогда не выставлялся, это «Мечта рыбинского музейщика». Вот два счета там завершают наш обзор нашей выставки. Это начало 90-х годов, и впервые, впервые была нарисована Никольская часовня, которой еще вот реконструкции, еще и в помине, конечно, не было, вот в своих исторических формах. То есть своего рода, мне кажется, такая вот мистика для нашего города, что отец мечтал об этом, и словесную форму облег эту мечту, и зрительный вот в виде такой вот панорамы с восстановленной Никольской часовней.